приветствую всех кто сегодня смотрит это видео и кто интересуется тем как делать прямые трансляции из ваших церквей ваших служений ваших встреч сегодня немножко расскажу о том как я настраиваю трансляцию чтобы выдать ее в эфир я транслирую с помощью программы vmx эта программа бесплатно ровно на 60 дней вы можете свободно пользоваться всеми функциями не ограничено мы заходим на сайт vmx.com в раздел download и здесь у нас есть версия для windows просто скачиваем ее и устанавливаем первый раз программа запросит у вас email чтобы зарегистрировать эту программу на 60 дней бесплатного пользования для вашего компьютера она не имеет никаких знаков никаких ограничений просто запускаем нашу программу и смотрим на наш интерфейс интерфейс состоит из двух частей с левой стороны у нас окно предпросмотра с правой стороны окно вывода в правом окне все что происходит выводится на трансляцию по идее здесь идет ваша трансляция и также здесь в интерфейсе у нас нижняя часть расположена для того чтобы здесь мы выстраивали сцены это всевозможные картинки это заставки это аудио файлы видео файлы камеры в общем все что может выходить в эфир у нас здесь будет списком отлично ну давайте начнем приступим я покажу что у меня есть за набор который буду сегодня выставлять для вас у меня есть две картинки одна на открытие другая на закрытие служения и музыка с ними это картинки которые будут в начале до того как служение начнется я запускаю трансляцию за десять минут и люди спокойно наслаждаются музыкой смотрят на картинку общаются в чате и ждут когда начнется служение когда играет музыка и все работает люди спокойны что трансляция идет и не переживают о том как даже трансляция начнется поэтому трансляцию всегда нужно запускать заранее и так и у меня есть также прославление если вы делаете прославление в записи и вы даете в трансляцию до служения я покажу как это делать и также у меня есть титры я покажу как мы делаем титры и как их выставлять в трансляцию отлично переходим в mx и в нашей программе здесь есть уже два пустых входа которые просто автоматически исчезнут когда мы будем добавлять свои входа и так мы нажимаем кнопочку add input чтобы добавить новый вход давайте начнем с заставки первое что мы делаем мы выбираем вход фотос и так у нас есть у нас есть несколько вариантов первый вариант это картинка просто второй вариант это набор картинок папка с картинками я выбираю папку с картинками потому что у меня две картинки перехожу на рабочий стол и папка называется от корзак от открытия закрытия здесь у меня лежат две картинки нажимаю выбор ok и вот у меня добавились две картинки я могу перейти слайд шоу settings и первое что я здесь сделаю выставляю 0 это делается для того чтобы картинки автоматически не переключались то есть они будут вот так каждые две секунды переключаться вперед назад это не очень хорошо эти две заставки первую заставку я буду включать самом начале с временем начала а вторую заставку буду включать в конце когда проповедь закончится и так заставка есть еще неплохо бы добавить к этой заставке музыку опять нажимаю это input абсолютно все выхода камеры и прочее добавляются через эту кнопку это самая наверно рабочая кнопка во всем vmx ну при настройке конечно и так выбираем нашу аудио вход до аудио и здесь нажимаем кнопочку browse и выбираем наш mp3 трек нажимаем открыть окей и так вот он наш mp3 трек и если я нажму кнопочку play в окне предпросмотра то ничего не происходит я вижу как здесь существует какое-то аудио которое цветы моей рубашки и этот цвет означает что ничего никуда не выводится то есть эта музыка играет сама по себе внутри для того чтобы эта музыка выходила в трансляцию я нажимаю кнопочку с аудио и делаю ее зеленой и так теперь сигнал стал зеленым вы услышали музыку и также здесь индикация показывает что в трансляции идет звук и отожму эту клавишу не очень удобно вручную запускать музыку поэтому я хочу сделать так чтобы когда я включаю заставку включалась музыка первое что я сделаю это зайду в настройки нашей заставки с картинками двойным щелчком я открываю настройки перехожу в вкладку главное и здесь нет я перехожу в вкладку multiview и здесь вот на любом свободном но я выберу первое свободный overlay это наложение то есть я могу наложить различные музыку какие-то картинки звуки или еще что-то я накладываю наш mp3 файл и и вот у нас автоматически заиграла музыка также я могу скрывать и открывать любую сцену если мне не нужно видеть ее полностью настраивать работать с ней я могу это делать и я здесь выберу также еще значение loop для того чтобы музыка когда она закончится она начиналась сначала потому что каждый раз следить затем закончилась ли музыка опять нажимать кнопку play не очень удобно вот у нас в принципе и готовая заставка теперь давайте добавим самое главное нашу камеру если у вас есть карта видео захвата вам проще всего вы нажимаете at input камера и здесь из списка выбираете вашу камеру видео захвата но не у всех есть камеры видео захвата у меня тоже нету и поэтому есть несколько вариантов первый вариант самый наверное распространенный это обычный android смартфон я беру android смартфон и устанавливаю приложение ирун вебкам также я это делаю на моем компьютере захожу на сайт ирион точка ком и скачиваю webcam for windows это приложение бесплатно но высвечивает небольшой водяной знак если вы купите его этого водяного знака не будет она не сильно дорогое и я думаю учитывая качество изображения это вообще отличный вариант чтобы транслировать служение и так прежде чем открыть ирион вебкам я захожу в настройки телефона первое что нужно включить это включить на смартфоне режим разработчика давайте немного остановлю музыку она меня напрягает все что мне нужно для начала это включить режим разработчика на разных смартфонах это делается по-разному нас моем смартфоне сяоми чтобы включить режим разработчика мне нужно зайти в режим о телефоне и щелкнуть на версию милай много раз все меня выдалась надпись вы стали разработчиком теперь опускаюсь вниз настроек в расширенные настройки и здесь для разработчиков появился пункт меню захожу в него и здесь у меня есть пункт отладка по usb включаю все соглашаюсь все у меня включилась отладка по usb теперь открываю ирион вебкам продолжить так отлично он говорит мне присоедините кабель следующее что я делаю беру просто обычный кабель зарядки подключаю его свободный usb подключаю в телефон поставлю его на стойку чтобы он красиво стоял показывал меня и так и запуская здесь вот ирион вебкам вот мой телефон показывает меня открываю выбираю разрешение который меня устраивает в принципе меня устраивает разрешение 1920 на 1080 можно выставить 1280 на 720 но вот это разрешение full hd в принципе его достаточно и могу закрыть эту это приложение перехожу в микс здесь у меня открыт input давайте еще раз нажму это input и выбираю камеру и в списке камер я выбираю ирион разрешение выбираю который я задал также сигнал интенсив хватит и видео формат дефолт и аудио формат я уберу потому что мне не нужен звук с веб камеры мне нужен звук который будет идти у меня с пульта отлично нажимаю ok вот появилась моя камера я могу сделать переход между камерой и заставкой я нажимаю quick play и оп в эфире моя камера опять нажимаю quick play и в эфире заставка с музыкой quick play камера и заметьте музыка автоматически исчезает теперь давайте я покажу еще один способ как добавить камеру а потом покажу способ как добавить к этим камерам звук микрофона смотрите если у вас есть вот такая вот камера canon не обязательно вот такая но она должна поддерживать такую программу как я из утилита вот можете выбрать из списка свою камеру если вы ее найдете здесь значит вам повезло вы можете работать через эту утилиту выбирайте систему выбираете язык жмете загрузить и соглашаетесь с условиями и у вас происходит загрузка этой утилиты отлично после того как вы ее установите просто берете камеру берете usb кабель который можно подключить компьютер и на мини usb подключаете камеру подключаете в компьютер и просто включаете камеру запускается ее с утилита если не запускается запускайте ее сами и вот здесь есть кнопочка видео сигнал в реальном времени и вот я вижу себя отлично поставлю камеру чтобы мои руки были свободны не сворачиваю это окошко перехожу просто в mx обязательно не сворачивая потому что если свернул все пойдет прахом нажимаю и выбираю здесь NDI Desktop Capture и здесь есть Local Desktop Capture выбираю его и выбираю EOS утилита 2 именно это окошко с нашим с нашим изображением камеры нажимаю ok и вот у нас полностью захватилось окошко но будет не очень красиво если будет вот эти рамки все все ненужное давайте это исправим нажимаем дважды на наше изображение опять открываются настройки и здесь мы перейдем разверну на на максимум так будет удобней если я перейду в пункт Position и здесь я выберу Main проверьте что здесь выбрано Main у вас должно быть выбрано Main и здесь я просто возьму и отрежу ненужные части изображения вот этими крутилками вы можете конечно сделать все поаккуратней тщательней я сейчас это сделаю по-быстрому чтобы не забирать много времени вот так да допустим выставляете по центру мой глазомер сбит и я никогда не выставляю по центру так еще раз ну пойдет я думаю если вы хотите добьетесь эффектом максимум изображения вытащить думаю на сегодня будет достаточно и так вот у нас уже двухкамерная трансляция до трансляции есть звука нет давайте добавим звук трансляцию я опять нажимаю add input выбираю audio input и выбираю свою звуковую карту у меня вот такая вот звуковая карта это не знаю что это за карта наверное это Behringer карточка наверное самая распространенная у многих я ее увидел два тюльпана выходят два тюльпана приходят очень удобно я просто беру звук с пульта через тюльпаны подключаю карточку и у меня в компьютере есть звук с микшера и выбираю вот эту карточку она называется у меня usb audio кодек у вас она как то может быть по другому называется нажимаю кнопку ok все я услышал звук который идет с этой карточки это значит мой микшер подключен и я попробую включить микрофон который подключен к этому микшеру вот я тебя себя слышу эхом да потому что у микса есть небольшая задержка давайте я уберу я немного сбиваюсь от этого и звук всегда теперь идет в основную трансляцию но это не очень удобно что звук всегда идет в основную трансляцию поэтому я выключу его нажав зеленую кнопку аудио и теперь сделаю так чтобы звук всегда шел в основную трансляцию только если включены вот эти две камеры начну с первой камеры дважды щелкаю по ней захожу в multi view и здесь выбираю наш аудио микрофон все то же самое что я делал с mp3 файлом только теперь вместо mp3 файла у меня на камере аудио микрофон закрываю и со второй камеры проделываю то же самое multi view аудио микрофон и давайте сделаю переход через quick play ой извиняюсь камера другая так ага да и главную настройку забыл сделать в аудио микрофон заходим в настройки general и вот здесь должна стоять галочка automatically mix audio эта галочка позволяет нам автоматически включать и выключать микрофон когда он находится в какой-то активной сцене то есть если я включаю камеру микрофон включается отключаю камеру включая например заставку микрофон автоматически выключается это очень удобно то есть пока идет заставка ничего не слышно здесь может идти репетиция здесь может идти какое-то общение но как только я включаю камеру Заставка исчезает, включается микрофон и весь звук, который идет у вас с микшера Закрываю И давайте я еще раз сделаю переход Да, и микрофон включился, вот он работает Микшер Да, есть микрофон Вы видите по индикации, вот я могу постучать Он приходит, все отлично Если я включу другую камеру, тоже работает А вот если я включаю трансляцию, то смотрите, идет музыка, а микрофон Нету звука с микрофона, видите? Нету То есть, видите, цвета моей рубашки Цвета моей рубашки индикация, это значит, она не выходит в основной микс А вот когда зеленая индикация, она выходит в основной микс Вот смотрите, видите, музыка играет, она зеленая Давайте я перетяну ее подальше чуть Музыка играет зеленая, а микрофон, его нету в основной миксе Теперь я включу камеру через Quick Play И теперь микрофон есть, а музыки нету Даже если я нажму кнопку Play, музыка будет играть, но ее не слышно в основной трансляции Остановлю музыку Отлично И теперь, как я обещал Выключу микрофон Покажу, как добавить прославление Опять нажимаю Add Input Выбираю Video Browse И на рабочем столе выбираю прославление Видеофайл, который у вас прославление У меня это прославление 17 мая Открываю Кнопка OK И вот оно, мое прославление Перетащу его сюда, поближе Видите, у меня уже формируются сцены Заставка, прославление Две камеры Вы можете даже вести трансляцию с двух камер Либо оставить одну из них Какой у вас вариант есть Микрофон И эти сцены, в принципе, я могу скрыть спокойно И давайте посмотрим Что будет происходить Если я, например Да, кстати, в сцене прославления Я даже могу отмотать на нужный момент И запустить прославление Даже с нужного мне момента Допустим, вот отсюда Нажимаю кнопку Play Оно воспроизводится И нажимаю Quick Play Чтобы мое прославление Перешло в трансляцию Это предпросмотр Это трансляция Сейчас в трансляции я Предпросмотр Вот теперь Звук микрофона Он не идет в трансляцию А там идет прославление Опять нажимаю Quick Play Теперь звук микрофона Он идет в трансляцию А прославления нет Оно останавливается Покажу вам Как добавить титры Самое интересное Для того, чтобы использовать титры Я просто делаю Их в Powerpoint Вернее, не я делаю Делают люди Которые занимаются этим Вот такие вот титры Они состоят Ровно из двух частей Верхняя часть Это крупным шрифтом Написан текст Который написан в нижней части Как вы уже догадались Нижняя часть Это те самые титры Которые будут высвечиваться На трансляции А вот верхняя часть Сейчас покажу Для чего нужна Сверну Открою VMIX Итак Давайте добавим титры Нажимаем Add Input И здесь у нас В источниках Есть такой Вход Как PowerPoint Открываем Browse Открываем наши титры Вернее, презентацию с титрами Отлично Окей Загружается Это достаточно долгий процесс Там очень много титров Так, теперь я щелкаю Правой кнопкой мыши По слайдам По этим И выбираю Slide Show Settings Открывается вот такое окошко Если у вас есть возможность Подключить два монитора То можете сделать Как и я Вот так Развернуть это окошко На втором мониторе И работать с ним Если у вас один монитор То можете Это окошко Оставить Например Снизу В MX Вот свернуть До такой степени И допустим Здесь Растянуть Эти Титры Да Вот так вот И переключать их Ну я выберу Титр Допустим Вот у меня здесь есть Даже Какие-то Местоописания Из Библии Это очень удобно Выберу Титр С Текстом И попытаюсь Доделать его Привести его в порядок Первое Что нужно сделать Давайте сделаем Зеленый цвет Прозрачным Захожу в Color Key Ставлю галочку Выбираю Пипетку И щелкаю По вот этому Зеленому Слою Все Уже Часть Исчезла Теперь я Включаю Chrome Key Фильтр И оп Зеленого цвета Больше не видно Мне нравится Эффект Который получился Закрываю И вот этот Черный фон Который вы видите На самом деле Он прозрачный Теперь я добавлю Еще один вход Я хочу сделать Такую Серую Рамочку Которая будет Вот здесь Снизу И Белый текст Не всегда Хорошо Идеально Смотрится При На видео Потому что Бывают Очень светлых Тонов Оттенки На видео Идут И текст Просто сливается Вместе с ними Поэтому Я предлагаю Добавлять Выбирать В импутах Вот такой Color Черный Нажимаю ОК И теперь Сделаю Подложку И Захожу В двойным Щелчком Настройки Color Adjust И здесь Есть такой Пункт Альфа Это прозрачность Выбираю Прозрачность Какая мне нравится Вот такой Серенький Цвет Полупрозрачный Мне нравится Выбираю Multiview И здесь Я накладываю Уже не звук А накладываю Сверху Наши Титры Вот так Это выглядит Затем Захожу В Position И здесь Я Обрежу По Игреку Эту серую Рамочку Вот так Вот 575 Вот это Значение Запоминаем Его Затем Перехожу В Multiview Нажимаю Вот здесь На Position И у меня Уже Включаются Настройки Обрезка И все Для самих Титр Здесь Ставлю Галочку Cropping И Обрезаю Здесь Сверху Да Я могу Вообще Вот Полностью Даже Титры Вырезать У меня Было 575 Я могу Даже Вручную Вести 575 Вот Здесь Я выбираю Какие Конкретно Значения Main Это Сам Серый Квадратик А Overlay Это Первый Это Вот То что В Multiview Мы наложили То есть Это Титры Вот Сейчас Я обрезал Титры Да Вот Это Титры А Main Это Квадратик Оставить 575 Закрываю Если Вы Не Очень Поняли Что Происходит Просто Повторяйте За мной Дальше Вы Просто Этим Будете Пользоваться И Не Задумываться Итак Теперь Если Я нажму Кнопку Quick Play То Сейчас Из Трансляции Исчезает Мой Микрофон В трансляции Больше Нет Меня Но В трансляции Появились Титры Которые Автоматически Переключаются Все потому Что я Опять Забыл Одну Из Настроек Сверну В MX И вот Здесь Выставлю 0 секунд То есть Здесь Задается Значение Скорости С которой Титры Будут Сами Автоматически Переключаться И они Автоматически Каждые 2 секунды У меня Переключаются Естественно Это не нужно Мне нужно Самому Выбирать Какие Титры Я хочу Показать И с какой Скоростью Переключить И У нас Катастрофа Титры Есть Изображение Нет Вернем Изображение Изображение Есть Титр Нет Как же Их Совместить В MX Есть Классная Функция Называется Наложение Я перемещу Титры Поближе Давайте Двойным щелчком Щелкну Зайду В General И переименую Что это Титры Хорошо Всегда Подписывать Все Сцены У меня Похоже Села Камера Я Остался С одной Камерой Ладно Ничего Страшного Как Как же Наложить Титры Вот Здесь Есть Циферки Под Каждой Сценой То есть Я могу Взять Одну Сцену И на Нее Наложить Другую Сверху И в зависимости От того Насколько Она прозрачная Она будет Просвечиваться Титры Мы знаем Что сверху Они прозрачные До серого Фона И серый Фон Тоже Сам по себе Полупрозрачный Итак Я беру И нажимаю Цифру Один И у меня Появились Титры Опять Нажимаю Цифру Один Они Исчезли То есть Это как Слоем Сверху Накладывается На трансляцию Причем Не важно Какая Здесь Сцена Будь то Прославление Или вообще Начальная Заставка Я могу Наложить Титры На любую Сцену Которая Выбрана Я выберу Камеру Почему у меня Зависла Камера Не знаю Видимо Я что-то Не так Нажал Теперь Смотрите Я покажу Вам одну Вещь Видите Здесь Все Зависло Когда Вы запускаете ВМХ Здесь Скорее всего Вообще Будет Показан Ваш Рабочий Стол Или Еще Что-то Или Сам ВМХ Чтобы Вернуть Все В обратном Состоянии Правой Щелкайте Правой Кнопкой Мыши И выбирайте Опять EOS Утилита 2 И Все Я ожил Картинка Жила И это Нужно Будет Делать Каждый Раз Когда Вы Подключаете Камеру Запускаете EOS Утилиту Правой Кнопкой EOS Утилит 2 И Все Снова Работает Теперь Давайте Опять Нажму Кнопку Quick Play Запоминаем Вот Это Окошко Это То Где Идет Трансляция Это Наш Выход Вот Сейчас Здесь Пробуем Наложить Титры Все Работает Отлично Замечательно Вы можете Вот так Вот Свернуть В MX Здесь Открыть Окошко С титрами И Переключать Их А когда Нужно Скрыть Их Теперь Давайте После того Как мы Все настроили Я скрою Ненужные Мне Вещи Да Вот Есть Титры Есть Две Камеры Есть Прославление Есть Открытие Закрытие Запущу Прославление Вернее Заставку Да Как у нас Обычно Должно Происходить Нажму на паузу Не очень хочу Слушать эту музыку Постоянно Она коротенькая Она так надоедает Захожу На свой Ютуб канал Это мой Тестовый канал У вас будет Канал Вашей церкви Открываю Свой Аккаунт Здесь Открываю Творческую Студию И В творческой Студии Я могу Создать Трансляцию Нажимаю Кнопку Создать Начать Трансляцию И здесь Я могу Запланировать Заранее Трансляцию У вас Не будет Выдаваться Такое Окошко У вас Просто Запустится Вначале Запустится Запрос На то Чтобы получить Разрешение На управление Всей трансляции После того Как трансляция Подтвердится Вы сможете Вести Трансляцию На ютуб Это время Занимает 24 часа Поэтому Будьте Внимательны Сделайте Это лучше Заранее Со своего Канала Открытый Доступ Введем Название Например Служение 17 Мая Допустим 10 Это для примера И здесь Я например Могу запланировать Трансляцию То есть На определенное Время 17 мая Когда уже Не 17 Допустим 20 мая И я могу Здесь выставить 20 мая Любое время Которое захочу 10 00 И могу Сюда Загрузить Какой-то Свой Значок Я возьму Значок Который У меня Уже Есть На открытие Основное Воскресенье Да Вот Значок На открытие Который Я добавлял Заставку И этот Значок Будет Всегда Виден Людям Когда они Будут Видеть Запланированную Трансляцию Видео Не для детей Возрастные Ограничения Нет Отлично Я создаю Трансляцию И у меня Есть Запланированная Трансляция То есть Я Не Обязан Прямо Сейчас Запустить Трансляцию И Или Я не Обязан Запустить Ровно В то время Трансляцию В которой Я задал Я могу Запустить Трансляцию В любое Абсолютно Время Но Я Просто Сообщаю Людям Что Вот В это Время В 10.00 20.00 Числа Будет Происходить Трансляция Я могу Запустить Трансляцию Даже Сейчас Я Копирую Ключ Трансляции Перехожу В MX И Вот Здесь У меня Есть Такая Кнопочка Stream А рядом С ней Настройка Такой Вот Значечек Нажимаю На него И Ввожу Здесь Вставляю Этот Код Который Я Скопировал И Могу Нажать Кнопку Старт И Трансляция Сейчас Запустится Здесь Висит Под Появилось Качество Соединения Отличное И Сейчас Здесь Появится Картинка Которая У меня Выходит Из ВМИКС То есть Вот Эта Заставка Я Могу Например Даже Выдать Себя Чтобы Показать Как Это Работает Примерно Сейчас ВМИКС У меня Чуть Чуть Перегружен Давайте Я Выключу Одну Камеру Компьютер У меня Не справляется Вот Так То Лучше Смотрите Если Горит Красным Значит Все Хорошо Трансляция Идет Если Желтый Горит Или Мигает Значит Что То Не Так Либо Нет Связи Либо Что То Не Работает Проверяйте Смотрите Вот Видите Здесь Я Прихожу Предварительный Просмотр Но Пока Это Не Идет В Эфир Я Включу Заставку Вот Заиграла Музыка Дождусь Когда Она Здесь Появится На Всякий Случай Конечно Она Все Рано Запустится С того Момента Который Сейчас В данный Момент В МХ Происходит Но Я Всегда Перестраховываюсь Так Ждем Заставку Вот Появилась Заставка И я Могу Начать Эфир Вот Я Запустил Эфир Я Могу Взять Нажать Кнопку Поделиться Кстати До Запуска Эфира Можно Нажать Эту Кнопку Скопировать Вот Эту Ссылку И Разослать Своим Прихожанам Кто Будет Смотреть Это Служение Вот Сейчас Я Даже Могу Говорить В Микрофон Но Этого Всего Нет В Трансляции То Есть Я Спокойно Могу Делать Что Хочу Уйти От Камеры И Этого Всего Люди Не Видят И Потом Я Например Запускаю Прославление Через Какое То Время И Допустим Даже Включаю Титры Да Вот Так Переключаются Титры Просто Одним Щелчком Мыши Вот Так Вот Не Буду До Конца Прославления Это Займет Очень Много Времени Выбираю Свою Камеру И Перехожу И Могу Выключить Титры Вот Теперь Микрофон Мой Слышно Что Я Даже Заикаться Начинаю Потому Что У меня Он В Наушниках Еще Кричит И Смотрите Следите За Микрофоном Чтобы Сильно Красный Красный Значки Не Появлялись Это Значит Что Он Пикует А Пикует Это Значит Хрипит Это Не Очень Комфортно Для Трансляции Поэтому Вот Здесь Вот У нас Есть Кнопочка Аудиомиксер И Мы Можем Чуть Чуть Уменьшить Наш Микрофон Чтобы Чтобы Он Не Запирал Ну Не страшно Когда Ненадолго Появляются Красные Пятна Страшно Когда Тут Все Горит И И Не Гаснет Вообще Никак Например Во Время Прославления И Тогда Там Все Хрипит У Людей И Они Не Могут Слушать Ни Прославления Ни Ничего Не Могут Делать Вот Поэтому Внимательно Следите За Аудиовходом Если Слишком Тихо Тоже Люди Будут Жаловаться Что Слишком Тихо Ничего Не Слышно Сделайте Погромче И Вы Так Вот Уровень Держите Почти На Пики Но Не Доводите До Абсурда Конечно ВМХ Гасит Сигналы Но Не Всегда Он Справляется Поэтому Следите За Миксером В Принципе Вот Сейчас Идет Трансляция В Конце Трансляции Вы Можете Выбрать Заставку Вот Такую Нажать Quick Play И Люди Будут Дальше Слушать Музыку Вы Свободно Можете Еще Походить Люди Могут Еще Свободно Пообщаться Могут Закрыть Трансляцию Чтобы не Началось Следующее Видео Пока И После Этого Вы Можете Спокойно Завершить Трансляцию Да Видите Отставание У видео Достаточно Хорошее Я Дождусь Заставку Наверное И завершу Трансляцию Завершить Вот И Все Трансляция Прошла Она Доступна В записи То есть Я могу Ее Открыть И Просмотреть И Можно В принципе Остановить Стрим Из Вмикса Стоп Да Стоп Вот Трансляция Еще идет Я даже Себя Слышу Да Вот Так Вот Я думаю Это все На сегодня В следующий раз Я расскажу Как Пользоваться Другими Вещами Например Создать Встречу Онлайне И Также Еще Создам Видео О том Как вести Параллельную Трансляцию В инстаграм С помощью Второго Компьютера Вы Подписывайтесь Не пропускайте Видео Пишите Мне Я оставлю Свои Контакты В описании Все ссылки На все Программы Что здесь Использовались Также Будут В описании К этому Видео Ставьте Лайки И Благословений Вам